Ассаламу алейкум рахматуллахи в баракату, братья и сестры. Сегодня очень приятная встреча. Я сегодня пригласил на чашечку кофе бывшего нашего руководителя рейса на хаджи в этом году, Ибрахима Хажи. Молодой человек, очень активный, энергичный, позитивный. Но, однако, он имеет лишний вес. Как правило, я когда встречаю знакомность с людьми, которые страдают лишним весом, я обязательно им сажусь на уши и начинаю их убеждать в том, что достаточно некоторой силы воли, достаточное соблюдение некоторой программы, и вы сможете скинуть вес, так как это показала практика. Есть два очень мощных инструмента, которых на сегодняшний день, лучше которых человечество пока что не придумалось для борьбы с лишним весом, и также для борьбы с многими заболеваниями. Это кето-диета и интервальное голодание. Мне лично эти две инструменты очень сильно помогли в моей жизни. Я избавился от сахарного диабета и от других, и от лишнего веса. Понравилось это тем, что интервальное голодание — это сунна пророка, салаллаху алейхи васаляма. А кето-диета — это рацион естественный, органический, в котором присутствуют насыщенные жиры. Я его убедил, он мне дал слова на хадже, что он пойдет по моим стопам, иншаллах. И вот спустя месяц мы с ним сегодня встречаемся, он уже получил частичные инструкции, он отказался от сахара. Наверное, он, иншаллах, сам об этом расскажет, сколько он весил, сколько он сейчас весит. И, иншаллах, мы вместе с вами будем следить за его успехами на нашем канале, иншаллах. Ибраэм Ахаджи. Ас-саламу алейкум и рахматуллах. Да, как сказал Мухаммад Расулл Хаджи, мы были в этом году вместе в хадже. И каждый удобный случай Мухаммад Расулл пытался лично на меня, направляя свои слова, говорить, что такое кето-диета, как вообще, как легко придерживаться этой диеты. В данном случае это не просто диета в обычном понимании этого слова, это намного больше, чем диета, алхамду лиллях. Потому что из-за своей избыточности, массы тела, я пытался на разных диетах и так далее бывать. Но всегда случается срыв, потому что организм в стрессе и так далее. Потому что мы много чего не получаем от того, что привыкли получать. И вот уже, когда мы были в Минах с Мухаммад Расуллом Хаджи, я не знаю, он специально, что ли, выбрал место рядом со мной прямо. И он все-таки убедил меня, что это необходимо. Я-то, конечно, в подсознании знал, что необходимо с этим весом, как бы из-за молодости я еще могу и передвигаться, и какие-то движения делать. Но с каждым днем все труднее и труднее по-любому становится. И там уже мы решили с Мухаммад Расуллом, что я буду придерживаться, иншалла, этой кето-диеты, как вернемся домой. Но не дожидаясь этого, я уже там же начал брать у него советы утром, что пить, обедом, что уменьшать. И там же уже мы начали, я начал этого придерживаться. Ну, небольшие советы, которые там на месте были даны. А уже после прилета домой, уже через несколько дней, после того, как перелет, акклиматизация и так далее прошла, я уже сам, написал Мухаммад Расулла Хаджи, сказал, что все, я готов, давай двигаемся иншалла вместе. И уже получил от него некоторые диеты. Вот после Хаджа, до Хаджа тоже у меня вес был довольно-таки большой. После Хаджа весил я уже где-то 191 килограмм. Там во время Хаджа то, что 197 было, если быть честным, до Хаджа. Те движения, которые там было постоянно в Хаджи, и уже некоторые рекомендации, я так считаю, что это позволило мне скинуть еще 6 килограмм уже за 10 дней в Хаджи. И уже начал Мухаммад Расулла Хаджи мне говорить, что кушать, что не кушать. Когда кушать. Когда кушать, да, вот это очень важно, когда кушать, какие перерывы между едой делать и так далее. Вот это все объясняли. Начал, первые дни думал, что это будет трудно и так далее. Хотя, честно говоря, с первого дня там было в этой кето-диете, ну, своеобразное, обычное питание, которое у нас бывает, ну, если убрать там углеводы, как можно меньше углеводов, так и было, в принципе. Это меньше сахара, меньше мучного, меньше слабого. Сахара вообще нет? Да, сахара нет категорически, да-да-да. Категорически нет сахара, категорически нет мучного. И, ну, есть жирная, вкусная еда, там, сытная еда, очень сытная еда. А вместе с этим уже о мучных, о сладких уже как-то автоматически не думалось, потому что, ну, живот полный, желудок полный, и ничем не хочется лишним питаться. И, алхамдуллах, уже потихоньку-потихоньку, я сам уже сказал, алхамдуллах, что я могу уже перейти, как бы на одноразовое питание. И вот уже несколько дней на одноразовое питание перешел, и вот 10 килограммов практически за вот этот неполный месяц, как я соблюдаю, да, получается, получилось мне уже скинуть. Да, ну, у него, мы с ним переписывались, он недавно мне написал, что у него остановился вес, вес, да, это называется плато, да, когда вес останавливается, то есть нужно этот перелом переждать. Ну, я ему посоветовал перейти на одноразовое питание. Одноразовое питание на кето-диете, это ничего сложного в этом нет. Вот он мне сегодня же сказал. Да, вот, да, предыстория, когда он уже сказал, что это плато, что я обратился, вот уже практически неделю у меня весь стоял на одном месте, и тогда я обратился, он сказал, уже надо переходить на одноразовое, чтобы переломить это плато, чтобы оно ушло вниз дальше. А потом узнаем, да, это плоскость, да, такая, на возвышенности. И перешел уже на следующий же день, как я перешел на это одноразовое, через два дня почувствовалось разницу веса. Потому что весы, они не врут, они каждый день, утром, вечером, когда на них стоишь, они показывают, какой вес. И, алхамдуллах, вес ушел вниз. И, вот, например, как я уже, Мухамм Расулу сегодня рассказывал, я вчера кушал последний раз. Вчера, во сколько? Вчера, это было где-то в три часа, после трех. Да, это было где-то после трех. И после этого я вот до сих пор даже не думал, что пора покушать, что там надо мне покушать и так далее. Алхамдуллах, когда иногда там небольшое чувство голода возникает, я пью воду, минеральную воду, кофе могу пить себе, позволить. Ну, естественно, не сладкое. Да, не сладкое, да. Не употребляю ничего сладкого. О сладком даже и думать не хочется, честно говоря, потому что уже привыкаешь, что нет этого в жизни. Я благодарю Ибрагима за то, что он согласился делать, скидывать свой вес публично. Это делается с одной лишь целью для того, чтобы как можно больше людей смотивировать на этот очень важный, очень нужный шаг в своей жизни. Понимаете, знаете, что хочу сказать? Основная помеха во всяком деле для человека – он сам. То есть никакого успеха человека в жизни не может получить, заслужить, пока он не справится в первую очередь с самим собой. Я считаю, что люди, которые могут переломить себя самого, одолеть свои привычки и изменить себя в первую очередь, он способен на многое. Поэтому мы всем бросаем такой вызов. Пожалуйста, те, кто хочет изменить себя в лучшую сторону, изменить свое собственное здоровье, скинуть лишний вес. Пожалуйста, следуйте нашему примеру. Иншаллах, а в дальнейшем мы намерены отражать все успехи Ибрагима. Он, иншаллах, в дальнейшем будет с нами делиться о том, как он к этому идет. Оставайтесь с нами, иншаллах, на канале «Разгаруни». Получайте пользу. И убедительная просьба в комментариях писать ваши впечатления, рассказывать о том, если у кого-то есть какие-то успехи, если кто-то практикует эту методику, методику кетогенной диеты. А быть точнее, это непростая кето-диета бывает разная. Это здоровая кето, в которой присутствует огромное количество зеленолиственных, достаточное количество салатов, из которых наш организм получает достаточный размер углеводов и, конечно, нутриентов и полезных питательных веществ. Иншаллах, в дальнейшем будут еще у нас встречи с Ибрагимом. И что бы ты от себя пожелал людям, которые сейчас находятся в подобном тупике, кто лучше тебя знает, проблемы лишнего веса. Кстати, рост какой у тебя? Рост 195 сантиметров. Это, наверное, то, чем я обманывался, то, что высокий рост, не видно особо того, что толстее и так далее. Оказывается, со стороны видно бывает очень даже хорошо. И со своей стороны хочется обратиться к таким же, как я, людям склонным к полноте, полным людям. Все зависит от нас самих, не от кого-то другого, ждать кого-то там и так далее. Вот, наверное, вам тоже кажется, мне тоже каждый день надоедало, когда говорили там, давай садись на диету, давай то сделай, давай это сделай. Просто надо один день решиться и взяться за себя, тем более с этой несложной программой. Алхамдуллах, то, что легко ведет. А в виде ожирения, лишний вес, это симптом. Симптом таких болезней, как метаболический синдром, как инсулиновая резистентность. Данная диета лечит человека, делает его здоровым. Вообще-то ее и диетой сложно назвать, потому что, когда ты ее практикуешь, ты вообще не испытываешь чувство голода. Единственное, в переходный момент, когда ты меняешь свои привычки в рационе, организм, естественно, сопротивляется. Организму свойственно сопротивляться всему тому, что для нее было непривычно. Вот этот период нужно переждать, и, иншаллах, все будет нормально. Пусть Аллах укрепит ваше здоровье. До следующих встреч. Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Дерегите в свое здоровье, братья, сестры. И дай Аллах, чтобы мне тоже он помог до конца продержаться. Но, иншаллах, вместе с помощью Мухаммаду Сулла, с помощью Аллаха, мы добьемся целей поставленных. Всем ас-саляму алейкум.